В Республике Беларусь самоубийство, как причина смерти, занимает четвертое место после сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований и болезней органов дыхания. Ежегодно в мире кончают с собой примерно миллион человек. И не случайно ежегодно, 10 сентября, Всемирная организация здравоохранения проводит Всемирный день предотвращения самоубийств. К сожалению, данная проблема очень актуальна. Она стоит у нас на втором месте среди причин смертности среди населения. К сожалению, затрагивает трудоспособный возраст пациентов. Это где-то от 15 до 29 лет. А также есть и лица пожилого возраста. По статистике, самоубийство совершают до 80% психически здоровых людей. Остальные случаи связаны с наличием психических заболеваний, в том числе с приемом наркотиков и алкоголя. Причинами суицидального поведения могут являться как личностные факторы пациента, так же и межличностные взаимоотношения. Это потеря близкого человека, одиночество, тяжелые заболевания. К сожалению, большая часть тех, кто умирает по собственной воле, при жизни не обращается за помощью к специалистам. Врачу-психотерапевту, врачу-психиатру, психологу. И очень напрасно. Она будет грамотной, эффективной и поможет преодолеть боль и вернуть смысл и радость жизни. Мы живем в современном мире и, к сожалению, сталкиваемся часто со стрессовыми ситуациями, которые могут повлечь за собой развитие такого состояния, как депрессия. Поначалу это может быть как легкое расстройство адаптации, легкая депрессия. И человек как может справиться с этой ситуацией, а так же может не справиться и нужно вовремя обратиться за медицинской помощью. То есть вы можете обратиться как к нам. Важно помнить, что существуют способы помощи и поддержки для людей, испытывающих трудности. Если вы или кто-то из ваших знакомых испытывает подобные мысли, настоятельно рекомендуется обратиться за помощью к специалистам, психологам или психиатрам. Объединяя усилия, мы можем создать мир, в котором каждый будет чувствовать себя нужным, услышанным и защищенным. Если вы заметили у себя, либо заметили у близкого человека такие симптомы, как снижение настроения, апатия, нарушение сна, нежелание заниматься той деятельностью, которая приносила ранее удовлетворение, вы можете обратиться к нам в филиал межрайона психоневрологический диспансер, где вам окажут специализированную психиатрическую, психотерапевтическую, а так же психологическую помощь. Также помните, что у нас работает круглосуточная помощь, психологическая, телефон доверия, куда вы можете в любое время, дня и ночи позвонить, где на другом конце провода будет квалифицированный специалист, который вам окажет специализированную психологическую помощь. Профилактика суицидального поведения представляет собой одну из важнейших задач общества, осуществление которой возможно только при интеграции усилий множества ведомств в единую превентивную стратегию. Мы должны активно научиться слушать и, главное, слышать. Для многих будет достаточно этого, чтобы не ступить за черту бездны.